Последние новости из зоны АТО. С нами на связи Ирина Баглай. Ира, здравствуй. Где сегодня ты слышала выстрелы? Здравствуй, Алексей. Боевики не прекращают обстреливать блокпосты украинской армии. Огонь ведут из тяжелой артиллерии. В районе населенного пункта Попасной бойцы демонстрируют нам воронки от последних так называемых подарков со стороны Стаханова. Вот и бачите, какие по нас обстрелы. И кажут, что все у нас нормально. Никто по нас не обстрелил. Стаханов раздор. Донские казаки заявили о своем отделении от ЛНР. И сегодня же свою мини-республику, так сказать, в ДНР, решил создать Безлер, более известный как Без. Он контролирует Горловку. И вот сегодня главарь российских диверсантов объявил об изъятии документов в самопровозглашенный ДНР. И ввел свои пропуска в Горловке. О том, что блокпосты украинской армии сейчас атакуют российские военные, нам рассказали и под Попасной бойцы 128-й горно-пехотной бригады. На той стороне работают, не буду утверждать на 100%, что российские военные. Но по акцентам, по той информации, которую мы собираем, это все-таки российские военные. По крайней мере, на процентов 90 можно так утверждать. В самой Попасной после вчерашних четырех часов обстрела сегодня спокойно ходит транспорт, работают магазины. Но люди в это временное затишье уже не верят и не сомневаются, кто по ним ведет огонь. Ну, это не украинская армия обстреливала явно. Ну, а как вы думаете, кто? Наши любимые ополченицы, вероятно, до двух ночи сейчас не спим. Потому что мы просто автоматически не спим, мы не можем, нам страшно. И боевики не перестают штурмовать Донецкий аэропорт. Бьют и по Пескам. Это село прилегает к аэропорту. В обед боевики его накрыли градами. По официальным данным штаба АТО, потерь среди военных на этой позиции нет. Сегодня за ранку боевики штурмовали позицию украинских висковослужбовцев на территории Донецкого аэропорта. Эта атака была в отбыток, тоже стратегичный объект. И надалее пребывали под контролем сил антитеррористической операции. Кроме того, боевики обстрелили наши позиции в районе населенного пункта Авдеевка. Там расшел один из подразделей повитерных сил. Тривало час наши войска, чтобы скочить его охорону и оборону. И сегодня же на крайнем украинском блокпосту за Дебальцево, поблизости от села Никишино, наши военные задержали одного из руководителей, самопровозглашенный ДНР. В 5 часов утра автомобиль с заместителем командира штаба ДНР въехал на блокпост. Видимо, проскочили свой, который находится буквально в нескольких километрах от нашего. И неудивительно, местные бойцы говорят, это не первый раз. Мы и сами вчера чуть было не проскочили его, правда, в сторону террористов. Так вот, незваного гостя определили после того, как он назвал свой позывной. Его арестовали и передали в штаб АТО. Алексей. Спасибо, Ирочка, за работу. Это была Ирина Баглай с последними новостями из зоны АТО.